У меня, наверное, не самая популярная тема для доклада, но это очень важно её раскрыть, потому что иммунотерапия врывается и врывалась уже в нашу ежедневную клиническую практику в лечении очень многих видов опухолей. И, конечно, мы все надеялись и продолжаем надеяться, что иммунотерапия ворвётся в лечение рака прижелудочной железы в том числе. Я хотела бы немножко поговорить об общих принципах и проблемах в лечении рака поджелудочной железы, о которых уже говорили мои коллеги, но я всё равно на них остановлюсь. Мы знаем, что рак поджелудочной железы – это одна из самых неблагоприятных болезней в плане прогноза. Во-первых, это из-за своей очень сложной локализации. Часто заболевание уже манифестирует и механической желтухе. Это часто уже происходит в период, когда опухоль неместно распространённая и неоперабельная, или когда уже есть метастатическое поражение. Дело ещё в том, что даже потенциально операбельные опухоли, местно распространённые, локализация опухолей такова, что очень часто уже с самого начала задействованы или могут быть задействованы важные сосуды, верхние брожаечные артерии и вены. И поэтому даже местно распространённые опухоли большей своей частью являются неоперабельные, даже после неодевантного лечения. Да и даже дело не только касается в локализации, в самой локализации, а даже постановка диагноза сама уже вызывает массу сложностей у клиницистов. Дело в том, что место очень труднодоступно для биопсии, и зачастую материала иногда так мало, и его удается добыть и получить не с первого раза, не с первой биопсии. Мы теряем время, а в итоге в материале крайне мало самих опухолевых клеток. Вообще в опухоли прижелудочной железы самих опухолевых клеток очень мало, что затрудняет дальнейшее проведение иммуногистохимии или молекулярно-генетических исследований. Мало материала — тоже большая проблема. В итоге бывают ситуации, они не так редки, когда диагноз ставится на основании клинической картины рентгенологической, опухолевых маркёров и всего лишь цитологического исследования. Мы иногда даже не получаем морфологическую верификацию. Конечно же, это добавляет сложности в проведении клинических исследований и дальнейших вариантов лечения. Исторически существовало три модальности лечения, как и, наверное, всюду. Это хирургия, химиотерапия, лучевая терапия. И вокруг этих трёх модальностей строилось всё лечение. До сих пор оно так строится, и до сих пор результаты этого лечения неудовлетворительные. Слайды, я прошу, у вас двигаются, Анастасия Сергеевна? Мы только на общих принципах сейчас. Да-да-да, я там и до сих пор. Да, всё отлично, извините, ради бога, я на всякий случай. Да, очень мало опций для лечения, и всё крутится вокруг химиотерапии, лучевой терапии, хирургии, и даже эти опции, они удовлетворительны для пациентов. И ещё одна большая проблема, что болезнь изначально симптомная. Это очень агрессивное симптомное заболевание. И мы видим пациентов с механической желтухой, с рецидивирующими холонгитами. Мы видим сложности с питанием, резкой потери веса, диареей, кишечной непроходимостью. И это всё вещи, которые осложняют лечение, осложняют прогноз и результаты лечения. Если немного рассказать о статистике, вернуться к теме предыдущего слайда, то мы видим, что больше 50% диагнозов ставится уже на четвёртой стадии, а операбельные опухоли на первом этапе составляют не больше 10% опухолей поджелудочной железы. И если мы посмотрим на то, сколько пациентов с четвёртой стадии разных видов опухолей живут в течение пяти лет, то мы видим, что опухоли поджелудочной железы находятся в самом конце этого списка. Пациенты живут, к сожалению, очень мало, особенно по сравнению с другими видами опухоли, которые действительно за последнее время стали хроническими. Мы действительно можем сказать, что это хроническое заболевание, с которым пациент может долго прожить. К сожалению, это не относится к раку поджелудочной железы. Когда мы говорим о молекулярных подтипах рака поджелудочной железы, то нужно понимать, что основной главенствующей мутацией является мутация Кейрас. Она встречается более чем у 95% пациентов с раком поджелудочной железы, определяет агрессивность течения и определяет отсутствие других возможностей таргетной терапии, других возможностей лечения у этой группы пациентов. И когда мы видим необычного для нас пациента с раком поджелудочной железы, у которого вялотекущий, индолентный характер заболевания, то это, наоборот, возникает у нас вопрос. Что же с этим пациентом такого, что он не течет, как обычный тяжелый пациент с раком поджелудочной железы? И, конечно же, все наши усилия и все наши дальнейшие потенциальные опции для лечения должны быть направлены на всех пациентов, понятно, но больше возможностей имеется у пациентов, у которых нет мутации Кейрас. Если мы посмотрим на прогресс лекарственной терапии поджелудочной железы, то прогресс есть, но мы видим, что в основном он наблюдается за счет частоты и глубины ответа. И действительно, по сравнению с монотерапией и генцитабином, мы достигли прогресса. Но этого прогресса недостаточно, потому что, как с любой химиотерапией и с любой таргетной терапией, одна из больших проблем которых является приобретенная резистентность опухоли. И поэтому, к сожалению, в какой-то момент появляется резистентный клон, который начинает делиться, и пациент прогрессирует. И мы видим это на картинке, где мы видим токсическую химиотерапию. И, конечно, когда появилась иммунотерапия, мы увидели ее в реальной практике, мы увидели, что есть когорта пациентов, которые не прогрессируют. Это то самое плата, которое мы видим на всех графиках исследований с иммунотерапией. И, конечно же, возможность не только достичь ответа, но еще его и удержать, иметь возможность, чтобы часть пациентов даже с метастатической болезнью не прогрессировала вообще. Это уникальная возможность. И, конечно, мы очень хотели, чтобы эта возможность была применима и к пациентам с раком поджелудочной железы. Этот слайд с интерактивным голосованием. И я попрошу техническую службу начать интерактивное голосование. Хотелось бы узнать, какие методы молекулярно-генетических исследований в рутинной практике вы проводите пациентам с раком поджелудочной железы. Если вы исследуете более одного показателя, то прошу вас в голосовании указать наиболее частое исследование. Спасибо большое. Я надеюсь, что... Голосование идет, двигается активно. Я сейчас немножко, буквально секунду, еще несколько секундочек мы подождем, потому что в основном сейчас более 50% респондентов говорят, что рутинно-молекулярно-генетическое тестирование не проводится. А далее практически с преобладанием в большей степени это микросателлитная нестабильность 27% и Берсей-мутация 14%. Ну вот сейчас вдруг появилась еще БРАФ-мутация. Но в основном половина респондентов говорят, что по-прежнему рутинно-молекулярно-генетическое тестирование не проводится. И действительно, мы это видим тоже очень часто, и мы видим действительно, что рутинное молекулярно-генетическое исследование среди этих опухолей не проводится. Во-первых, действительно, это из-за преобладания мутации КЕЙРАС, да, у более 95% пациентов, из-за маленького количества опухолевого материала и из-за быстрого ухудшения состояния пациентов. И до настоящего момента, собственно, в наличии выбора варианта поиска драйверных мутаций или варианта таргетной терапии у этих пациентов не было. Но, опять же, когда возникла история, когда возникла иммунотерапевтическая опция для лечения других пациентов, других опухолей, то мы хотели узнать, есть ли такая опция у пациентов с раком поджелудочной железы. Хотелось бы рассказать о нескольких исследованиях, где искали возможности для внедрения иммунотерапии у пациентов с раком поджелудочной железы. И начнем с исследования Memorial Sloan Kettering, которое было как раз представлено в виде постерного доклада на виртуальной маске в этом году. Исследовали 833 пациента с раком поджелудочной железы. Это очень крупный анализ данных, это большое количество пациентов. Всем было проведено исследование на микросателитную нестабильность. И мы уже знаем, что наличие микросателитной нестабильности у пациентов это основание для назначения пембролизумаба по результатам исследования Keynote 158, о которых я расскажу в следующих слайдах. Так вот, среди 833 пациентов микросателитная нестабильность была выявлена всего лишь у 7 пациентов. То есть это 0,8%. И если мы посмотрим данные других исследований, то встречаемость микросателитной нестабильности у пациентов с раком поджелудочной железы варьирует от 0,5 до 0,8%, не больше 1% среди пациентов с этим опухолем. И в этом исследовании все случаи микросателитной нестабильности были ассоциированы с синдромом Линча. При этом, если смотреть мутационную нагрузку, простите, то у пациентов с типичной протоковой аденокарциномой мутационная нагрузка в среднем является 3-4 мегабазы, в то время как у пациентов MSI-high она более 50 мегабаз. И когда мы говорим о высокой мутационной нагрузке, то, конечно же, мы говорим о мутационной нагрузке более 50 мегабаз. Если посмотреть, всем известны исследования Keynote-158. Это регистрационное, одно из регистрационных исследований пембролизумаба среди пациентов с микросателитной нестабильностью. Это революционное в своем роде исследование, потому что это было первое так называемое тумер-агностик регистрация препарата, где препарат мог назначаться вне зависимости от гистологического типа опухоли от локализации, а единственным маркером и основанием для назначения иммунотерапии была микросателитная нестабильность. Так вот, если мы посмотрим на распределение разных видов опухолей среди пациентов, то из 233 пациентов с некулоректальным раком, у которых была выявлена микросателитная нестабильность, чаще всего она встречалась у пациентов с раком эндометрия 21%, рака желудка 10,3%, на третьем месте холангиокарцинома 9,4%, поджелудочная железа там же, где и холангиокарцинома, и затем тонкая кишка и другие виды опухолей. Но это, опять же, пациенты уже все с микросателитной нестабильностью. Если мы посмотрим общую популяцию пациентов с раком поджелудочной железы, то, конечно же, их гораздо меньше. Так вот, среди 22 пациентов с раком поджелудочной железы, у которых была выявлена микросателитная нестабильность, это подгрупповой анализ этого исследования в отношении пациентов с раком поджелудочной железы, у всего лишь одного пациента был достигнут полный ответ, три частичных ответа. То есть частота объективного ответа была 18,2 месяца. Это, конечно, не та частота объективного ответа, которую мы ожидаем от иммунотерапии у пациентов MSI-H, а не то, что мы видим среди пациентов с микросателитной нестабильностью с уколоректальным раком. И по данным этого подгруппового анализа, медиану выживаемости без прогрессирования была всего лишь 2 месяца, и медиану общей выживаемости всего лишь 4 месяца. Конечно, это не те результаты, которые мы надеялись увидеть у пациентов с раком поджелудочной железы. Это не основание для того, чтобы не исследовать микросателитную нестабильность или не назначать пембролизумаб. Безусловно, это опция для этих пациентов, и мы должны её использовать, если у пациента была выявлена микросателитная нестабильность. Но это не тот прорыв и не то большое, то, что называется practice changing история, которую, конечно же, мы увидели у пациентов с колоректальным раком и с микросателитной нестабильностью или с иммунотерапией меланомы. Так вот, возвращаясь к теме моего доклада, есть ли место иммунотерапии рака поджелудочной железы, то да, оно есть, но оно очень ограничено, и оно для очень ограниченной группы пациентов. Для большинства пациентов в настоящее время, к сожалению, до сих пор нет. Это не значит, что этого места нет, но это значит, что мы должны его ещё искать. Поэтому нам нужно большее число клинических исследований, где мы сможем большее число пациентов включать. Нам нужно учиться переводить так называемые холодные иммуно-нечистительные опухоли в горячие, как мы это видим в других, среди других опухолей, где мы видим добавление линвотениба, которое так или иначе усиливает и определяет большую эффективность иммунотерапии. Сочетание, например, линвотениба с темброзумабом в других опухолях. То есть нам нужно как-то эти опухоли зажигать, как-то стараться исследовать возможности для того, чтобы они стали иммуно-чувствительными. При этом мы должны помнить, что есть небольшая группа пациентов, их меньше пяти, которые текут имдолентно. И, вероятно, это те пациенты, которые Кейраз дикий тип. И поэтому они в первую очередь должны быть той группой пациентов, где мы должны искать и драйверные мутации, возможно, НТРК, возможно, БРАВ. Понятное дело, что это очень редкие мутации, но тем не менее это возможности для дальнейшего поиска. И у этих пациентов тоже, если будет найдена какая-то опция иммунотерапии, то это в первую очередь те пациенты, которым мы можем ее назначить, потому что они текут медленнее, в то время как пациенты с Кейраз мутацией вот типичный пациент с раком поджелудочной железы, к сожалению, его состояние ухудшается зачастую так быстро, что даже опция иммунотерапии не успела бы ему помочь. Но, опять же, нужно иметь надежду и нужно надеяться, что в какой-то момент мы все-таки добьемся прорыва в лечении рака поджелудочной железы и сможем использовать больше опций для лечения. Большое спасибо.